всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 14 сентября у нас уже почти все убрано готовим землю вот как огород к будущему году и вот как раз я вышла здесь показывала вам сорт супер банан который не очень похож получился на супер банан и хочу сразу рассказать вот именно о подготовке я уже одно видео снимала но я выложить его не успела потому что сейчас очень много время занимает и заготовка семян и заказы она так и лежит у меня там в папке не опубликованных но это вот совсем другой там спрашивали как я повышаю плодородие я вот показывала именно вот этот ряд тут у меня где земля новая разложена в разложен перегной а вчера ирина горшкова у меня спросила как я добавляю перегной ее интересуют именно подробности вот по всей поверхности или как-то в лунке когда но если в лунке то поскольку по пол ведра там или по ведру сейчас я вот эти маленькие подробности все нюансы расскажу потому что это зави от этого зависит тоже многое так все таки сколько перегноя добавлять но я сразу скажу что это зависит у всех наверно будет объем добавляемых вот этих добавок разный это зависит от плодородия земли я расскажу про свою у меня земля бедная песчаная всегда это говорю у нас район такой мы живем но по берегам реки город биск расположен почва песчаная бедная песчаная я добавляю и вот это количество добавок зависит от того весной я делаю или осенью потому что я не всегда успеваю все сделать осенью вот видите один ряд здесь я сделала а второй тут у меня казанова супер банан еще росли я не успела сейчас если наступит холода я этим заниматься не смогу но по состоянию здоровья мне будет холодно и я не смогу я буду делать весной осенью не успею и вот тут выходит что по-разному половина вот будет осенняя половина весенняя сейчас расскажу про осеннюю сразу скажу что весной получается более экономный способ потому что весной добавляю в лунки я вот перекопаю например сделаю лунки и при посадке уже добавляю и там я ведро перегноя распределяю на четыре на пять луна то есть по два по два с половиной килограмма перегноя попадают меня в каждую лунку а так как осенью у меня же нет ни лунок ничего то осенью уже просто раскладываю все равномерно приносила это конечно не я я уже с возрастом по состоянию здоровья отказалась от таскания земли перегноя это мне сын накладывал но то сегодня у меня совсем другая система так как тут нет еще ничего то есть у него приходится просто равномерным слоем вот так раскладывать и это же ведро ну так визуально просто я его прошу я говорю что одно ведро сюда через полметра примерно через 7 сантиметров еще одно ведро вот так вот тут у меня будет две лунки и все это примерно раскладываю сверху еще по ведру земли и вот потом сейчас граблями я все разровняю и потом это все перекапывается и вот при осеннем это уже не экономный способ получается что что-то в лунку попадет у нас что-то попадет в те места где корней вообще не будет где не будет растения но это больше тут никак не сделаешь а весной уже более экономный вариант я ложу укладываю именно в лунку только туда где будет расти растение а вот между ними вот этот промежуток например 50 60 или 70 она уже остается без перегноя но опять же тут тут про перегной под томаты увлекаться то слишком не нужно даже если у вас есть возможность все завалить перегноем не надо забывать о том что они очень склонны к жированию и также как и во всем здесь нужна мера нужно подходить обдуманно и очень серьезно с учетом плодородия плодородия вашей почвы если у вас почву например если вы взяли участок и у вас там хорошая черная земля и так он не истощенный еще не уставший тогда возможно добавок нужно меньше повторюсь если почва песчаная как у меня вот бедный такой грунт тут можно немножечко пожировать можно побольше добавить я добавляю вот видите как у меня прям наложено так хорошо хорошо а опять про эти синие штучки я прошло видео снимала говорила на синие штучки не обращайте внимание они здесь не нужны это у меня внук играл на выходных приходил и вот так вот в каждую на каждую горочку воткнул ну что-то там свое строил это к садоводству не имеет никакого отношения ни к огороду все вот так я удобряю и все и здесь еще что остается если есть зола я бы добавила например весной золы так как золы не будет я сейчас купила специально суперфосфат купила известь пушонку все это буду сейчас осенью осенью буду суперфосфат весной известь пушонку все буду готовить чтобы весной было поменьше мне работы вот уже весной в лунки я не буду добавлять здесь ни перегноя ни суперфосфата никаких добавок буду просто перекапывать садить и доломитовую муку или известь пушонку в каждую луночку от вершинной гнили кто смотрит мои вот эти все осенние сейчас показы вы видите что ни перцевидные не пальчиковые никакие томаты у меня нет ни одного томата заболевшего вершиной гнилью обычно у нас группы риска это вот такие которые перцевидные вытянутые вот с острым носиком вы видите что нет ни одного даже те которые вот опали кошки их наверно уронили тут кошки бесятся все они целые я хочу чтобы они были такие же целые на будущий год без заболевания будем добавлять известь пушонку доломитовую муку все до свидания